В Аксусском районе назначен новый Аким. Его к кандидатуру выдвинул глава края ЖТСУ Бейбет Исабаев. Эта кандидатура получила единогласную поддержку депутатов районного Маслихата. Сегодня его представили перед активом района. Аким области пожелал успехов в работе новоиспеченному руководителю региона и дал ряд конкретных поручений. Обо всем подробнее расскажет Эльвира Аликерова. По согласованию с администрацией президента страны и районным Маслихатом распоряжением Акима области ЖТСУ новым руководителем Аксусского района стал Танышбаев Берик Танышбаевич. Он родился в 1974 году в Аксусском районе. Имеет два высших образования по специальностям агроном и юрист. В разные годы занимал должности руководителя управления сельского хозяйства, руководителя аппарата и заместителя Акима района. А последние 12 лет посвятил себя аграрной сфере в качестве руководителя крестьянского хозяйства Алихан. Наряду с этим Берик Танышбаев является депутатом областного Маслихата седьмого и восьмого созывов. Бейбат Исабаев особо отметил заслуги нового главы района перед земляками. За его плечами большой опыт в исполнительных и представительских органах, а также в сфере сельского хозяйства. Порядка 15 лет Берик Танышбаевич проработал на государственной службе и сделал весомый вклад в развитие своего района. Я верю, что он приложит немало усилий для выполнения поставленных перед ним задач в развитии Аксусского района. А также думаю, что вы все его поддержите на данном посту и будете работать рука об руку с новым Акимом. Только тогда будет виден эффективный результат совместной деятельности. Уважаемый Биби Токсикбаевич, благодарю за оказанное доверие ко мне. Я постараюсь оправдать ваши надежды и уверяю вас, что приложу весь свой опыт, знания и умения для того, чтобы развивать экономику района. Чтобы наш регион всегда был в числе первых по всем поставленным планам. Как отметил глава области, 2022 год для Аксусского района выдался весьма сложным. По основным экономическим показателям регион занимает последнюю строчку и находится в числе антилидеров. Последние три года наблюдается низкий показатель в сфере промышленности. Почти на 30% уменьшился инвестиционный капитал. Объемы строительства снизились на более чем 2 миллиарда тенге. А в районном центре селе Жан-Сугуров до сих пор не сдан в эксплуатацию 50-квартирный дом. Как отметил глава края, новому Акиму придется поднимать район по многим параметрам, а также решать немало накопившихся проблем. В сельском хозяйстве поголовье крупного рогатого скота в прошлом году сократилось на 10%. Это свидетельствует о том, что статистика и отчетность в районе ведется некачественно. Кроме того, был дан ложный отчет об объемах пассивных площадей сахарной свеклы. В результате вместо 28 тысяч тонн корнеплода было собрано чуть более 5 тысяч тонн. До сих пор длятся судебные разбирательства в Матайском сельском округе, связанные с распределением земель. Как мы видим, поставлены на 2022 год задачи и показатели в отраслях экономики районов не выполнены. А достигнуты одни из худших показателей по области. Действительно, в регионе очень много нерешенных проблем и невыполненных задач. Новому Акиму предстоит большая работа в этом направлении. Бейбет Исабаев отметил, что ставит высокие цели перед активом района и новым главой. А потому ему как никогда пригодятся удача, опыты, знания в воплощении всех поставленных задач. Эльвира Ликерова, Жасулан Шенкенжетель, канал ЖТСУ, Аксусский район.